Лечение с увлечением Солнце и мы с улыбкой о серьезном Лето – любимая пора детворы Наверное, все дети хотят, чтобы лето не кончалось Сколько радости приносит оно, сколько развлечений Разумеется, играя и отдыхая, ребята не думают о том, насколько это полезно для здоровья Об этом заботимся мы, взрослые родители Потому что очень хотим, чтобы за время летних каникул дети наши окрепли Получили заряд бодрости, закалки По-настоящему с пользой для здоровья провели свой летний отдых Здравствуйте, дорогие товарищи Сегодня мы хотим поговорить с вами о профилактике близорукости у детей Дело в том, что близорукость нельзя рассматривать вне связи с организмом ребенка в целом Организмом человека в целом Наверное, многие родители по собственному опыту знают Что когда ребенок переносит какое-то простудное заболевание, какую-то инфекцию Или просто переутомляется, зрение ухудшается Если, конечно, у ребенка есть близорукость или предрасположенность к ней Поэтому одним из путей профилактики близорукости Профилактики дальнейшего ее прогрессирования Является всестороннее закаливание организма ребенка И вот врачи, педагоги постоянно ищут какие-то новые, более удобные, более совершенные формы отдыха и лечения для таких ребятишек В наших передачах мы рассказывали вам о создании городских пионерских лагерей для детей с пониженным зрением И надо сказать, судя по вашим письмам, эта тема привлекла внимание многих телезрителей Прежде всего, конечно, родителей Это вполне понятно, ведь близорукость широко распространена, к сожалению И потом у многих из нас, наверное, у большинства из нас Какую-то часть лета ребята проводят в городе, в поселке, там, где живут и учатся Поэтому создание вот таких пионерских городских лагерей для детей с пониженным зрением Это дело очень важно и очень удобно для родителей, важно для детей По вашей просьбе мы недавно побывали в одном из таких лагерей Но наша цель рассказать не просто об этом конкретном пионерском городском пионерском лагере Мы хотим попросить вас обратить внимание, что вот все те формы работы с детьми, которые вы сейчас увидите Они доступны каждой школе, в каждом городе, в каждом поселке, доступны каждой семье Посмотрите, пожалуйста Городской пионерский лагерь санаторного типа «Ровесник» Он организован в городе Зеленограде и собирает детей с пониженным зрением всего на один месяц Но офтальмологи и педагоги школы номер 804, где расположен лагерь, понимают, что за этот сравнительно небольшой период времени Лечение и отдых должны быть не только максимально полезны для здоровья, но должны принести детям радость и удовольствие Утро, естественно, начинается с зарядки В любую погоду, и вот в такую ненастную, дождливую, она проходит на улице И представьте, никто из детей не простужается, даже самые, как считают их родители, слабенькие А педагог, в зависимости от погоды, придумывает те упражнения, которые заставляют детей активнее двигаться Вот так Общий задор, стремление не отставать от других, хорошее настроение, а главное движение и свежий воздух Безусловно, помогают элитивкам закаляться И, что очень важно, многим из них привыкнуть к утренней гимнастике Полюбить ее и сохранить с ней дружбу на долгие годы Товарищ дежурный член Совета дружины, второй отряд на утреннюю линейку построен Рапорт сдавал Белоусов Алексей Взмывает в небо флаг лагеря А это значит, новый день вступает в свои права После завтрака лечение Настя, тебе недалеко? Немножечко поближе Тоже неправильно сидишь Пряменько надо сидеть Это занятие по тренировке глазной целиарной мышцы с помощью смены линз Дети читают свои любимые книги, укрепленные на специальных подставках И по сигналу через определенный период времени меняют линзы Сначала подбираются линзы, напрягающие глазную мышцу, затем ее расслабляющие Организация таких кабинетов проста Наборы очков и подставки для книг есть во всех кабинетах охраны зрения А в летний период, когда ребята разъезжаются и в поликлиниках их значительно меньше Потребность в таких наборах линз снижается И их передают вот в такие лагеря Ежедневные занятия по тренировке глазной мышцы Основное лечение и очень важное слагаемое в общей профилактике развитие близорукости Чтобы понять смысл этих упражнений, обратимся к схеме Вот нормальный глаз Лучи проходят через свето-преломляющие среды глаза и фокусируются на сетчатке в определенном месте А это глаз дальнозоркий Лучи проходят через свето-преломляющие среды и фокусируются позади сетчатки Изображение нечеткое И глаз близорукий Глазное яблоко несколько вытянуто Лучи проходят опять-таки через свето-преломляющие среды и фокусируются впереди сетчатки Изображение тоже нечетко, ибо на сетчатке уже расходящиеся лучи. Почему же так важно тренировать глазную мышцу? Давайте попытаемся представить себе глаз в горизонтальном разрезе. Вот так выглядит глаз. Вот основные оболочки глаза. Хрусталик – основная светопреломляющая среда глаза. Хрусталик может становиться более или менее выпуклым, соответственно, слабее или сильнее преломлять попадающие в глаз лучи. Осуществляется это с помощью глазной мышцы. Хрусталик связан с глазной мышцей с помощью связок. И от состояния глазной мышцы зависит работа хрусталика, а соответственно и острота зрения. Вот почему так важно укреплять и тренировать глазную мышцу. Практически глазную мышцу можно тренировать вот такой сменой линз. Это укрепляет и во многих случаях не только приостанавливает развитие близорукости, но и улучшает зрение. Так произошло, например, у Алёши Белоусова. Выявленная врачами два года назад начальная стадия развития близорукости была приостановлена у него такими занятиями. Сейчас у Алёши, а он в лагере уже второй раз, один глаз имеет единицу, а второй значительно улучшил зрение. А сестрёнка Алёши, второклассница Настя, была направлена в лагерь по совету врачей, которые считают, что несмотря на хорошее зрение, у девочки есть предрасположенность к развитию близорукости. Третий год в таком лагере Боря Бодолян. Он уже семиклассник, а это значит, что его зрительная нагрузка в течение учебного года значительно увеличилась. Но зрение у Бори с тех пор, как он стал посещать летом этот лагерь, не ухудшается. Многие занятия можно проводить регулярно. Родители, которые хотят приобрести наборы линз для таких тренировок, могут легко это осуществить с помощью районного окулиста. Ну, а пока одна группа лечится, другие дети отдыхают. Все занятия продуманы. Увлекательные, непременно на сверхом воздухе, они развивают зрение, дают общую физическую подготовку, укрепляют нервную систему. И даже те дети, кто был освобожден в течение учебного года от занятий физкультурой из-за частых простуд, сейчас активно участвуют в подвижных играх. Но кто из мальчишек не любит футбол? А уж тем более спортивные эстафеты. Конечно же, не все дети одинаково ловкие. Но посмотрите, какой азарт и у участников, и у болельщиков. Такие игры – это и закалка, и удовольствие, и лечение. Вот, например, такая игра. Она развивает остроту зрения и очень нравится детям. А ведь ее можно проводить вместе с родителями в любом дворе. Попробуйте. И тир дети очень любят. Казалось бы, уж этот вид спорта не для близоруких. Но врачи так не считают. В сочетании с другими подвижными играми такие занятия развивают остроту зрения. А уж пинг-понг просто как будто специально создан для общего физического развития и для борьбы с близорукостью. Так весело и с пользой проходит первая половина дня. Потом наступает время обеда и отдыха. Перед сном мытье ног. Такая работа не свойственна, казалось бы, учителю школы. Но в лагере приходится осваивать несложные правила закаливания детей. Вот так совмещая их с воспитанием простых гигиенических навыков. Девочки, все легли? Я сейчас проверю, как хорошенько легли. Все закройте глазки. И помните, девочки, во сне вырастете и отдыхает ваш мозг. Ну что ж, педагог, кажется, становится медиком. Впрочем, подобной ситуацией знакомы ведь всем нам, родителям. И вот час отдыха заканчивается. Девочки, просыпайтесь. Вставайте, миленькие. Вставайте. Так, девочки, обулись. И идите одеваться. Все, все проснулись. Одевайтесь. Оксана, проветривай свое окошко, а ты, Настя, свое окошечко открой. Девочки, выходите. Все мы, взрослые, знаем, что проветривать промещение необходимо регулярно. И очень важно приучить к этому детей. И пойдем на полдень. Готовьтесь к полденьку все. А потом снова игры, снова движения. На этот раз пионер-бол. Вот у вас знакомые нам и Боря Бодолян, и Алеша Белоусов. Давайте отвлечем их ненадолго от игры и спросим, что им в лагии больше всего нравится. Ну, во-первых, я здесь получаю большое удовольствие. Мы играем в всякие подвижные игры. Здесь много очень занятий, кружки очень интересные. С помощью первого моего лагеря я вступил в член ДПД. Многому нас здесь учат. И самое важное то, что мы... Исправляем зрение. Да, исправляем зрение. Вот, Леша, скажи, насколько ты исправил зрение? Я в первом лагере, у меня стало это. Сто процентное зрение. Боря, а у тебя? Ну, я вот уже тогда... У меня было слабое зрение, но я уже носил временные очки. Но его надо было приостановить, и вот мне сейчас пытаются приостановить. Ну, ты мне говорил, что раньше ты ходил в кино в очках. Да, сейчас я уже свободно могу без очков смотреть фильм. Вот у меня очки разбились, я сейчас свободно смотрю фильм без очков. А какие предметы больше ты всего любишь в школе? Я по тематику и физкультуру. И физкультуру, ну как хорошо. Большое занятие спортом. Я занимаюсь в секции, во многих секциях уже занимался. А ты в каких же? В борьбе, в гимнастике. А еще мне больше всего нравится это лыжи, биатлон. Боря, а ты? Ну, я вот уже пять лет занимаюсь борьбой. Больше другими видами спорта не занимался. Ну, вам в принципе в лагере нравится? Очень. Да. Спасибо. Не видишь? Не видишь? Теперь, Ирочка, наденем очки. Лучше стало? Угу. Ну, давай, закрывай левый глазик. В этот день проходило контрольное обследование зрения у детей. Смена кончалась, и врачам было важно знать результаты своей работы. Ша. Ба. Ма. Лена, как чувствуешь себя? Хорошо. Ленза тебя не беспокоит? Нет, не беспокоит. Глазик не краснеет? Нет, не краснеет. Молодец, давай, проверим глаз. У Лены Гарбузовой, которой уже третий раз в этом лагере, острота зрения увеличилась вдвое. Результаты проверки, конечно, сообщаются родителям. И когда смена в лагере подходит к концу, врач Анна Дмитриевна Точенкова проводит вот такие беседы. Дорогие родители, ваши дети в нашем лагере прошли курс лечения. И результат лечения у всех детей хороший. Чтобы всегда ваши дети видели хорошо, для этого вы дома также должны поддерживать результаты нашего лечения, выполнять домашние упражнения. Все вы их хорошо знаете, мы вам о них рассказываем. Ваши дети должны соблюдать режим зрительной нагрузки. То есть, ограничивая зрительную нагрузку детям, вы должны своим в разумных пределах. Ограничивая просмотры телевизионных передач, чтение художественной литературы. Кроме этого, очень большое внимание уделяйте занятиям физической культуры и спортом. Потому что это также имеет очень большое значение в профилактике прогрессирования близорукости у ваших детей. То есть, сохранение нормального, хорошего зрения. Ребенок освобожден от физкультуры, но очень желает ей заниматься. Вот как быть, если степень близорукости очень большая? Ваши девочки, если врач освободил от занятий по физкультуре, в том плане, что ей нельзя участвовать в соревнованиях. А заниматься физической культурой детям нужно. И вашему ребенку также. Анна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, ребенок, страдающий близорукостью, постоянно обязан носить очки? Или можно при играх когда-нибудь снимать? Ребенок близорукий, сначальной близорукостью, когда у него зрение три строчки, то есть три десятых, может очки постоянно не носить. Ему выписываются очки не для постоянного ношения, а только для далее. Мы называем их еще очки в карман. То есть, ребенок их должен иметь при себе и по необходимости одевать. При играх можно не пользоваться? Да, при играх можно не пользоваться. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста нужно начинать профилактику близорукости? Профилактикой близорукости, Ирина Васильевна, нужно начинать заниматься с самого раннего возраста. И заключается это в физическом развитии ребенка. То есть, нужно уделять большое внимание физическому развитию ребенка и стараться ограничивать его зрительную нагрузку. Конечно, думать о профилактике близорукости в первую очередь должны мы, родители. И поэтому мы спросили, что же делают родители в течение всего учебного года, чтобы сохранить зрение детей. В общем-то, мы выполняем, я, например, выполняю советы врачей. То, что врач рекомендует, мы всегда исполняем. Нагрузки, чтобы были для чтения в пределах нормы. Ну и так, в общем, занятия спортом, так как нам врач посоветовал тоже не увлекаться, но и не бросать спорт. Вот. Девочка, в общем, придерживается этого пожелания. Понятно. А вы, вот я знаю, у вас очень большая семья, вы ждете пятого ребенка. Вот скажите, как вы управляетесь детьми? Что вы делаете для того, чтобы ваши дети не теряли зрение? Ну, во-первых, я стараюсь, чтобы у меня дети обязательно спортом все занимались. Вот, делают они это с удовольствием. Вы мне даже говорили, что вы сами помогаете им, то есть принимаете вместе участие вот в подвижных играх, в беге, да? Да, мы бегом занимаемся всей семьей. То есть это каждый день в любую погоду? Да, стараемся. Ну и, конечно, режим дня – это самое главное. Вот, потому что, ну и питание, и, конечно, просмотр телевизионных передач, я стараюсь, чтобы только детские передачи. Вот, ну и книги у меня очень любят читать, но опять же нужно, чтобы это сидя было за столом, при хорошем освещении и умеренно, не так вот запоем. У меня Боря уже в седьмом классе, он занимается борьбой. Ну, телевизор я ему разрешаю только до девяти часов, и в основном только так детскую передачу. И никаких у вас конфликтов не бывает по этому поводу? Ну, конечно, он недоволен, ему хочется, вроде он взрослый, хочется посмотреть, но раз у него зрение слабое, стараемся ему как меньше показывать. Он смотрел меньше. А у вас, вот, я знаю, девочка совсем еще маленькая. Вот что делаете вы? Ну, она в этом году пошла только в первый класс. Я боялась, что будет очень много нагрузки, поэтому ни в какие кружки она у меня не ходила. Но сейчас она изъявила желание заниматься в кружке художественной гимнастики. Я, в общем-то, поддерживаю это желание. И стараюсь, чтобы она как можно больше была на улице. Она очень любит чтение, но я стараюсь тоже ограничивать все-таки это. Вы считаете, что этот лагерь, это хорошо? Замечательно. Замечательно. Так считают родители. А вот мнение главного педиатра Зеленограда Зинаиды Анатольевны Захаровой. Впервые, когда мы организовали этот лагерь, думали о том, что эффект лечения будет достаточно положительный. Но когда подвели итоги, то эффективность оздоровления в этом санаторном лагере превзошла все ожидаемые результаты. Задача нашего лагеря состоит не только в организации специфического лечения, специфической помощи этим детям, а и самое главное в том, чтобы оздоровить детей. Организация санаторного лагеря в условиях города проста. Самое главное состоит в общей работе медицинских работников и педагогов. Помощь педагогов мы ощущаем, но хотелось бы, конечно, чтобы педагоги нам помогали больше. Победила команда Винни-Пух. Награждаются команды. Винни-Пух получает пластилин. Поздравляю, молодец. Поздравляю, молодец. Хорошо организовал свою команду. Команде Чебурашки в физкультс? Ура! 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 Согласитесь, что организовать такой городской пионерский лагерь для детей с пониженным зрением не так уж и сложно. Самое главное – желание и инициатива. Как правило, врачи-офтальмологи очень хорошо понимают важность этой задачи и охотно помогают. Конечно, большая нагрузка падает на педагогов. Кто-то может, наверное, сказать о том, что учителей математики или географии не обучают специально закаливанию детей. Тем более, вот с такой определенной направленностью. Я имею в виду профилактику близорукости. Но ведь, согласитесь, в домашних условиях это обычно делаем мы, родители, а учителя в подавляющем своем большинстве тоже родители. Так что освоить все это с помощью врачей вполне реально. И если больше будет энтузиастов и врачей, и педагогов, если больше будет организовано вот таких городских пионерских лагерей для детей с пониженным зрением, от этого в конечном итоге выиграет здоровье наших детей. Ну, к этой теме профилактика близорукости мы еще вернемся в наших передачах, наверное, где-то в начале учебного года. А сейчас следующая страница нашей программы. Каждые выходные дни мы всегда за городом, с семьей. Всегда около воды. Погода, когда хорошая, отлично отдыхать. И набираешь сил перед рабочей неделью. То есть вам всем, в принципе, нравится вот такой вот отдых? Прекрасный отдых. Конечно, что же, дома сидеть, что ли, в выходные дни? В выходные дни обязательно на воздухе. Привычная картина. В самом разгаре время похода, в срюзаком, на байдарках, время туризма. Иногда вот так мы проводим целый месяц, иногда выходные дни. И мечтаем, чтобы лето не кончалось. И уж, конечно, чтобы не было испорчено каким-то несчастным случаем, травмой. И такое, к сожалению, случается. Поэтому к любому походу надо обязательно готовиться. И, конечно, в походе, вдали от привычной медицинской помощи, очень важно суметь грамотно оказать первую доврачебную помощь. Мы пригласили к нам в студию сотрудника отдела «Острые травмы взрослых» Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова Александра Петровича Николаева. Для того, чтобы поговорить более предметно о первой доврачебной помощи, мы некоторое время назад побывали под Москвой, познакомились с туристами. И вместе с ними попытались представить себе какие-то возможные опасные ситуации. И, естественно, спросили, как они оказали бы первую доврачебную помощь в том или ином случае. Давайте сейчас все вместе посмотрим эти кинокадры. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, как оказать первую помощь при ожоге? Ну, я думаю, надо просто руку на обожженное место намылить мылом. Ну, а дальше завязать бинтом. Так, что Вы знаете еще о первой помощи при ожогах? Да, в общем-то, мне не приходилось с этим так сталкиваться вплотную. Я ничего об этом не знаю. А Вы что можете сказать? Ну, если какой-то ожог, что в первую очередь необходимо, ну, наверное, масло растительное, вот, прежде всего в быту. Ну, затем перевязать бинтом. Что делать при ожогах? Ну, наверное, Вы слышали. Как можно помочь человеку? Мывом можно помазать подсолнечным маслом. Ну, вот, ожог – это одна из возможных ситуаций. Вам слово. Дело в том, что просмотры на миг сюжеты ответа туристов не совсем правильны или совершенно неверны. Для обработки ожоговых поверхностей, вот, пострадавшему, действия должны быть быстрые, лаконичные, щадящие, не приносящие больному дополнительные боли и в то же время самыми простыми. Не надо пытаться втирать, вот, какие-то масла растительные или животные, жиры, или использовать для обработки ожоговой поверхности какой-то крем. Необходимо просто убрать этот термический фактор, как в данном случае это является кипяток, снять одежду с пострадавшего, с этого поврежденного сегмента. Это можно сделать любыми подручными средствами. Можно сделать даже это с помощью ножа обычного, который имеет туристы в своих походах. После чего необходимо поврежденную руку или ногу просто охладить. В данном случае туристы находятся на берегу водоема. Если опустить руку или ногу на 10 минут примерно в холодную воду, то это, во-первых, снимет и действие этого термического фактора и уменьшит боли. После этого необходимо наложить на поврежденную поверхность кожи обычную асептическую, то есть стерильную повязку. Это можно сделать простым бинтом оптичной формы. Иногда бывает так, что водоема нет, но есть ведро с холодной водой, которое, в общем-то, всегда рядом. Рядом, где? Да, оно где-то рядом. Можно наложить это мокрое полотенце, охладить этот поврежденный участок тела и после этого наложить стерильную асептическую повязку. Почему нужна повязка именно асептическую? Дело в том, что нельзя пытаться при обработке ожоговых поверхностей пострадавшему, нельзя пытаться втирать им какие-то масла или, вот я говорил, растительные жиры или кремы. Дело в том, что поврежденный участок кожи термическим этим фактором, он является входными воротами для инфекции. Поэтому надо просто наложить эту асептическую повязку, сухую, сухую повязку и попытаться скорее доставить боя пострадавшего в медицинское учреждение. Причем, чем тяжелее и обширнее ожоги, тем надо стараться доставить пострадавшего быстрее. А если сильная боль, болевой такой фактор? Дело в том, что практически каждый турист имеет с собой обезболивающие средства, общедоступные такие средства, как анальгин, амидоперин, тройчатка, петерчатка. Поэтому для того, чтобы уменьшить пострадавшему его страдания и снять эти боли, можно дать ему таблетку или даже две амидоперина, или две таблетки анальгина, или таблетку тройчатки, петерчатка. Если это, скажем, некий пяток, если это загоревшаяся одежда, полуфима от костра? Необходимо просто прекратить доступ к горящей одежде. Это можно сделать любыми подручными средствами. Какими могут быть одеяла, обычная куртка, которыми туристы пользуются в походе. Это может быть широкое полотенце. Или просто, если нет под рукой даже этих средств, можно положить пострадавшего в горящей одежде, прижать его к земле. Тем самым мы собьем это пламя, уменьшим возможность, так сказать, вероятность большего повреждения этого кожных участков тела и глубину ожога. А теперь давайте попытаемся представить еще одну возможную опасную ситуацию. Давайте посмотрим. Левая, что ты будешь делать, если вдруг у Алеши будет вывих ноги? Как оказать первую помощь при переломе? Не знаешь? А мы вот сейчас спросим взрослых, что они знают. Скажите, пожалуйста, сможете оказать первую помощь? По-моему, сможем. Ну, во-первых, надо, если перелом ноги или руки, надо найти дощечку и наложить ногу на доску, и завязать ее крепко, чтобы она не шевелилась. Зафиксировать, да? Так. Скажите, девочки, вас в школе не обучают правилам первой доврачебной помощи? Нет, у нас не было вообще. Только на анатомии нас там изучали, нет троима правила. Ну, только о переломах мы изучали. То есть, если, допустим, Катя, с кем-то случился перелом, ты смогла бы оказать помощь? Как это сделать? Перелом надо наложить, шины наложить надо. А дальше? В положенном месте. Ну, потом обратиться в врачу, конечно. Ну, вот такой случай весьма реален и в условии похода, и просто в быту. Неудачный прыжок, а какая-то травма. Дело в том, что при такой травме не надо пытаться выяснить, что это перелом или это вывих. Это не всегда просто бывает сразу. Да, это трудно определить, иногда бывает. И тем более пытаться как-то вправлять это самостоятельно. При повреждениях типа перелома или вывиха, или перелома вывиха, или вот трещин, она однозначно. Это необходимо, прежде всего, обездвижить поврежденный сегмент верхней или нижней конечности. Ну, здесь уже сказали о шинах. Ну, никто не сказал, какие это шины. Что это может быть за шина? Это могут быть обычные стандартные шины, которые используются в лечебных утверждениях, или на выездных бригадах скорой помощи. И любое, или любое импровизированное средство. Такое, как обычная фанера, картон, даже пучок хвороста какой-то. Это может быть и косыночная повязка. Есть, если нет под рукой даже этих средств. Можно использовать такие средства, как ремень. Обычный ремень, которым можно прибинтовать поврежденную руку к здоровой, к туловищу точнее, или поврежденную ногу к здоровой ноге. Тем самым, как бы создать неподвижность. Чтобы понять и запомнить, как правильно накладывать шины, мы попросим это показать практически Александра Петровича. И помогут ему в этом наши сотрудники Андрей Томонтьев и Александр Борисов. Представим себе следующую ситуацию. У Саши произошел перелом на уровне плеча. Андрей, что вы будете делать в такой ситуации? Взять уже короткие две палки и зафиксировать этот перелом. Так же, вот таким где-то образом. Я хочу еще добавить, что по ходу обычно ходит не один и не два человека, а несколько больше. Поэтому при наложении транспортной шины можно, вероятнее, больше использовать помощников. Так, пожалуйста, накладывайте, как это все будет делать. Вот я хочу несколько поправить. Вы несколько слабо это делаете. Я еще раз повторяю, что манипуляция должна быть бережной, щадящей, не приносящей боль больному. И в то же время обеспечивать надежную фиксацию поврежденного сегмента. Вы меня, пожалуйста, здесь просто удерживайте. Вот если бы был третий помощник, то бы он немножко, несколько поддержал бы нам предплечье. Вот в данном случае палка вниз, она короткая. Ну, ничего. Значит, жесткая фиксация. Жесткая фиксация с бережным наложением шины. Причем необходимо помнить, что переломы бывают открытые и закрытые. И вот если мы имеем дело в данном случае с закрытым переломом, то при правильном наложении транспортной этой шины мы не наносим дополнительные травмы больному и не повреждаем ближлежащие мягкие ткани, что особенно важно при переломах. Дело в том, что рука находится в каком-то определенном стабильном положении, а при переломах эта стабильность нарушается. Появляется подвижность в области перелома, и вот эти подвижные острые костные фрагменты могут повредить сосудисто-нервный пучок, в частности вот на плече, это плечевая кость. Что вы сделаете еще? Ну, и для большей неподвижности руки нужно повесить эту руку на какой-нибудь ремень, косынку, ну, все, что будет в данный момент под рукой. Только я вот еще хочу заметить, вот так. И стараться эту косынку несколько растянуть, опять же бережно растянуть ее, чтобы она фиксировала всю руку. И необходима также фиксация локтевого сустава. Как вы уже говорили, Андрей, необходима фиксация двух или трех смежных суставов. Кроме того, следует обратить внимание телезрителей на то, что если у вас под рукой нет никаких уже практически подручных средств, таких как доска, различные палки, даже пучки хвороста, а есть под руками только вот такие, как вот шарф, полотенце или обычный брючный ремень, то фиксацию поврежденного сегмента верхней конечности, или плеча, или предплечья, можно осуществить следующим образом. Прибинтовав поврежденный участок просто к туловищу. Ну, в данном случае мы показываем вам фиксацию при переломе плеча. Вот примерно так. Фиксация достаточно жесткая. И повторить все те же манипуляции, что я уже говорил. Проверить пульсацию и проверить чувствительность пальцев и подвижность их. Спасибо. А сейчас давайте попытаемся представить себе те опасные ситуации, травмы, которые могут привести к сильному кровотечению. Вот если, допустим, в походе случается порез какой-то, вы умеете пользоваться жгутом? Знаете, какие точки нужно зажимать, чтобы остановить кровотечение? Обязательно. Обязательно узнаем. Ну, вот если порезали в этом месте, допустим, а там не видно должен, то повыше надо перетянуть так крепко, чтобы кровь прекратилась бы. Так. А если на ноге порез? Тоже повыше надо перетягивать. Станислав, а вам приходилось когда-нибудь пользоваться вот жгутом в вашей практике? Нет, не припомню. Не припомните. А вы знаете, сколько нужно держать жгут? Ну, жгут до первой помощи, пока доставим в здравпункт или в больницу, чтобы... Ну, пока не посинеет рука, чтобы не посинела рука. То есть, что... Как начнет синеть, значит, надо ослабить. Ну, эта ситуация тоже очень типична, к сожалению. Что же делать в такой ситуации? Как правильно оказать первую доброчебную помощь? Пожалуйста. Итак, кровотечение. Для временной остановки кровотечения перед последующим наложением жгута можно использовать следующие точки на теле человека. Это точка в паховой области для прижатия бедренной артерии, для прижатия плечевой артерии, подкорльцовой артерии, височной, сонной артерии, лучевой, локтевой и срединной артерии. При наложении жгута надо учитывать следующие условия. Значит, жгут должен накладываться не на открытый участок кожи, а на защищенный. Каковой может быть одежда или какая-то другая матерчатая подкладка. Накладывая резиновый жгут, мы должны соблюдать условия, что жгут первым его туром должен быть наложен достаточно сильно, а каждый последующий тур, перекрывая частично предыдущий, должен быть несколько ослаблен, но не настолько, чтобы вновь возобновилось кровотечение. Следует также помнить, что жгут на конечности должен не находиться более двух часов, а в зимнее время более получаса. Еще один очень важный, чисто практический вопрос. Давайте посмотрим вместе, пожалуйста. Вы берете с собой аптечку, когда выезжаете на отдых? На машине выезжаем, у нас всегда аптечка, там обязательно она должна быть, аптечка. Ну, а раз с машиной выезжаешь, то отдыхаешь, и аптечка с собой всегда. Ну, а если без машины? Ну, а без машины не всегда приходится брать, потому что тяжело, и харчей берешь, и постельные принадлежности. Тяжело. Скажите, а что у вас в аптечке находится? Прежде всего, бинт, вата, йод, зеленка, ну и прочие так, таблетки, анальгин. Ну, что вы можете сказать об аптечке? Вот здесь в кадре прозвучало, что аптечка занимает много места, что гораздо более приятнее нести с собой харчи, как вот сказал этот турист. Но, к сожалению, человек не застрахован, а от какой-то, ну, от какого-то несчастного случая, скажем так. И даже если это не случилось с вами, то возможно, что вы будете первым человеком, который окажет помощь рядом находящемуся с вами пострадавшему. Поэтому аптечка это то необходимое, что надо иметь каждому отправляющемуся в какой-то, ну, скажем так, какой-то поход или какое-то путешествие. Вне зависимости от его протяженности. Это может быть однодневный поход и поход более длительный, трехдневный, недельный. Это уже в зависимости от того, у кого какие планы на этот счет. Что же должно входить в аптечку туриста для оказания вот такой первой дворочебной помощи в случае травмы? Прежде всего, это должно быть настойка йода. Как правильно пользоваться? Настойка йода используется для обработки мелких ссадин, небольших ран. Заменителем йода может быть жидкость Новикова, зеленка, которая занимает тоже малое место. А жидкость Новикова имеет даже преимущество? Да, жидкость Новикова имеет преимущество при обработке мелких ссадин и царапин и небольших ран. Она образует над раной пленку и защищает рану от проникновения туда инфекции. Еще что? Это лейкопластырь, также для обработки мелких ссадин. И очень удобен бактерицидный такой лейкопластырь? Да, особенно удобен бактерицидный пластырь, не требующий даже асептической стерильной повязки. Это перекись водорода. Перекись водорода используется для промывания раны, вымывания из нее той инфекции, грязи, которая попадает в рану при повреждениях. Кроме того, для окончательной фиксации повязки необходим бинт. Он должен быть лучше, он должен быть стерильный. Для остановки кровотечений в аптечке может находиться жгут. Должен находиться? Должен, точнее, находиться, но когда его нет, можно использовать какие-то подручные средства. Мы просим вас вспомнить рекомендации специалиста про сейшие приемы первой доврачебной помощи. Но, конечно, от всего сердца желаем, чтобы лето принесло всем вам только радость и здоровье. И в завершении нашей передачи еще несколько советов всем тем, кто любит загорать. Мы уже говорили с вами о том, что закаливание солнца нужно начинать с первых теплых дней и при возможности регулярно продолжать на протяжении всего лета. Солнечные ванны лучше всего принимать в движении. Загорать можно только спустя полтора-два часа после еды. Не рекомендуется быть на солнце после очень сильного утомления. Для укрепления здоровья здоровья нет необходимости добиваться очень сильного темного загара. Наоборот, злоупотребляя солнцем можно нанести вред здоровью. Лучше не обвязывать туго голову полотенцем или косынкой, а надеть просторную шляпу, панаму или загорать в тени под рассеянными лучами солнца. Ни в коем случае нельзя, выйдя из воды, оставаться на солнце в резиновой купальной шапочке или в резиновых купальных тапочках. Пребывание на солнце, конечно, несовместимо с употреблением алкогольных напитков. Не рекомендуется напляв и курить во имя собственного здоровья и думая об окружающих. И, конечно, необходимо строго соблюдать все дополнительные рекомендации лечащего врача. Тогда солнце станет вашим верным другом. Завершая нашу передачу, мы желаем всем вам хорошей погоды и приятного отдыха! Субтитры создавал DimaTorzok